здравствуйте товарищи доброго времени суток сначала мы выпьем мы выпьем с утра зеленый чай бодрит заряжает выводит всякие токсины и прочее до позеленения выводит и заряжает зеленый чай с жасмином вы видите как мы позеленели сегодня я сегодня в бандане а Косквенбарх это в темных очках это не случайно мы сегодня будем говорить о боевой очень теме очень жесткой тема называется стресс можно начинать да поехали отлично здрасте 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 значит и так стресс кстати эта тема соответствует совершенно вашему одному из ваших настоятельных запросов так что все с конжилу значит понятно что читать лекцию о стрессе здесь не буду это невозможно это надо было бы несколько телевизионных полномасштабных программ записывать это совершенно немыслимая вещь поэтому давайте мы договоримся так вы зайдете в википедию наберете слово стресс и прочтете чего думаю все знают что хорошо нет вот сейчас ты увидишь что никто не знает что такое стресс значит в одном из каких-то энциклопедических изданий значит прочтете а я буду говорить только о тех вещах которые кажутся мне особенно важны договорились первое стресс не имеет ничего общего с общераспространенным заблуждением относительно того что стресс это нервное или психическое напряжение на какое-то наблю чего подобного стресс это исключительно и чисто физиологическая реакция организма на полученный запредельный сигнал то есть это не просто что туда это не просто что вывод как-то понервничали или как-то вы вдруг получили попали в какую-то ужасную напряженную ситуацию и начали по этому поводу нервничать дергаться и психовать это не стресс стресс это то что происходит в это время с вашим организмом это очень важно понять помню свое образование отдельно бывает стресс желудка там еще какой-то другой вот 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 значит опять не так опять не так ну мне простите значит да и мне тоже да значит стресс это не специфическая общая реакция организма на поступившие извне раздражение и здесь важно понимать что надо вывести сразу это понятие из бытового определения нервного перевозбуждения или некой психологической нагрузки ничего подобного стресс страшен тем что он оставляет ужасные следы после себя в виде повреждений разрушительных каких-то остатков на территории всего вашего организма отлично более этого я есть кашпировский просто я загранировался под хейфица чтобы мне заплатили больше бабла потому что кашпировскому уже не платят а хейфицу в роли кашпировского кашпировский тоже старый пергионт это уже пройденный старый пергионт я согласен он же сольвейк да итак давайте запомним да стресс это не бытовая какая-то нервная реакция ваша на что-то стресс это объем тех поражений которые эта реакция оставляет на территории всего вашего организма это очень важно понять значит выделяют две стадии стресса эустресс и дистресс вернее это не две стадии две формы что такое эустресс эустресс это стресс вызванный положительной эмоцией долго вы не видели свою девушку вот она пришла и это для вас стресс вы ее обнимаете да 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 я представляю даже этот стресс хорошо нигде он чтобы нашел его называть в народе порнографии ничего подобных порнографии называют реакцию народа на этот стресс у того кого снимают в порнографии я все перепутал и так эустресс это либо положительный стресс либо это стресс незапредельный то есть стресс находящийся в определенных границах нормальной реакции организма дистресс это либо стресс запредельный либо стресс который ответ на который превышает возможности организма вот это надо очень точно понимать. Далее, смотрите, в развитии каждого стресса есть три стадии. Первая стадия – стадия тревоги. Вы готовитесь ко вхождению в стресс. Поступило некое известие о том, что с вами что-то будет, вы предчувствуете что-то или вы чувствуете что-то. Это стадия тревоги. Вторая стадия – стадия напряжения, когда вы в стрессе. И третья стадия – стадия выхода или стадия подсчета нанесенного ущерба. Вот так могу сказать, да? Понятно, что самая страшная – это третья стадия. Когда организм, как у Лермонтова, тогда считать мы стали раны. То есть ваш организм начинает подсчитывать, во что обошлось ему предчувствие вот этой стрессовой ситуации и пребывания. Да-да-да, я представил, сидит и на калькуляторе высчитывает, сколько сейчас ему. Так и есть. И кнопочки на этот калькулятор нажимает гипоталамогипофизарная система. О, подкорка. 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 Свет, свет, свет. Подкорка. Вот. Значит, теперь, когда мы с вами все это поняли, нам с вами легче осознать, что, во-первых, жизнь без стресса невозможна, потому что есть всегда эу-стресс, да? Во-вторых, стресс необходим, потому что стресс, значит, в рамках эу-стресса – это тренировка вашего организма на жизнь. Знаете, это вот похоже как вот, значит, на то, как работает иммунная система. Если иммунная система не будет знать в кавычках о наличии в организме инфекционного начала, она не будет вырабатывать антитела. И человек умирает. Точно так же нужен стресс для того, чтобы все системы вашего корабля умели... А вот тут сразу же хотелось бы уточнение. Вот смотри, мы с тобой как-то говорили о пользе табака и алкоголя, и просто говорили о пропорциях. Вот какая пропорция стресса полезна? И, собственно говоря, как регулировать это делать? Молодец. Значит, регулировать это мы не можем. Это регулирует сам организм. То есть, вообще никак? Вообще никак. То есть, даже если мы там дзен-буддисты, с точки зрения, мы брахманы, и даже это не поможет регулировать получаемый стресс. Это ты путаешь. Дзен-буддисты и... Я не знаю, брахманы или брахманы. Хорошо. Нет, я буду говорить брахман, потому что это еврейская фамилия. Мне это ближе. Хорошо. Итак, дзен-буддисты и брахманы, они меняют свое отношение к миру. Поэтому эу-стресс, то есть даже нормальный стресс, у них совершенно другой. У них практически вообще его не бывает. Потому что они тренируют себя на неотделении себя от природы. На невыделении себя из окружающей среды. Есть хорошее по этому поводу цитатка, я перебью, извини. Там говорится так, что если ты не можешь поменять ситуацию, ты должен просто, как говорится, в ней жить. И смириться с ней. Да, совершенно верно. Политики говорят на эту тему так. Если процесс нельзя прекратить, его надо возглавить. Значит, брахман получает стресс только в том смысле, в каком вообще воздействии природы на организм есть стресс. Понимаете, да? Вот это очень важно понять. Скажем, если вы бросаете в капельку воды какой-то кристаллик соли, то амебы, которые в этой капельке обитают, испытывают стресс. Да, им просто хреново. Да, совершенно верно. Им просто хреново. И они отползают туда, где им не хреново. И наоборот, если вы бросите крупинку сахара, они ему их на туда погребят. Ну, как самодонки приснули. Им хорошо. Им хорошо. То есть, брахман испытывает стресс ровно в той степени, в которой жизнь сама является стрессом. Вот ты знаешь, что ты предлагаешь? Вот очень важную вещь. Давай выпьем за брахмана по фамилии брахмана. Да, брахмана по фамилии брахман и за дзен... Как ты сказал? Ну, за них, короче говоря. Нет, но дзенбуддиста по фамилии дзенбуддистович. Хорошо. И продолжим просто. И продолжим. Итак, товарищи дзенбуддидо... И брахман начинают продолжать. Да, да, да. Ну, где-то так. Итак, эустресс и дистресс. Стадии разобрали. Теперь сразу возникает вопрос. Можно ли без стресса жить, как я уже сказал? Невозможно. Что можно? Можно сознательно, совершенно, путем правильного поведения ограничить тот объем разрушений, который нам нанесет стресс. Что нужно делать? То есть, смотрите, поведение человека правильное зависит от стадии, в которой он находится. Первая стадия – стадия тревоги. То есть, стадия предчувствия беды или радостного события. Стадия ожидания, короче говоря. Чтобы уже в этой стадии не начать получать какие-то неприятные отголоски в виде последующих повреждений, не нужно ничего ожидать. Ну, это тоже нужно, опять же, управлять сознанием, чтобы заставить себя не ожидать. Да, совершенно верно. То есть, вот в этой стадии поведения человека во многом может не допустить развитие вот этих последующих ужасных физиологических постстрессовых повреждений, число которых относится, кстати, и язва желудка, и уменьшение тимуса, и увеличение надпочечников, и огромное количество всяких неприятных... Ну, все соматические... Все соматические состояния, практически. Значит, не нужно ничего ожидать. Как говорила одна умная женщина, не нужно очаровываться, не будете разочаровываться. Кстати, ты знаешь, что я хочу опять тебе перебить народной мудростью. Есть такой одесский анекдот, когда идет там старый дед там, ему говорит, что-то, Робинович, здравствуйте, он говорит, не дождетесь. Не дождетесь, совершенно верно. Так вот, не надо ничего дожидаться. Если вы начинаете чувствовать внутреннее волнение, по любому поводу, немедленно принимайте контрмеры. Что это за контрмеры? По большому счету все эти контрмеры делятся на две группы. Это факторы, которые относятся к естественному поведению человека, и сторонние средства. Вот давайте разберемся сначала факторы, которые относятся к естественному поведению человека. Фаза тревоги. Начинаем трястись внутренне, что-то ощущать, что-то предчувствовать. Сразу спокойно сели. Делаем несколько равномерных глубоких вдохов. Вдыхаем носом и выдыхаем через рот. Желательно закрыть глаза хотя бы на несколько минут, хотя бы на минуту. И желательно максимально ярко представить себе свое пребывание в некой благоприятной природной среде. Лес, море, кому что нравится. Иными словами, немедленно погружаем себя в такое состояние, в котором чувства тревоги у нас обычно нет. Имеем и медитацию. Нет, ну нет. Медитация – это долгий процесс. А это маленькая медитация? Да, это маленькая медитация. По сути, это дыхательное упражнение, больше ничего. Ну кто владеет медитацией? Потому что надо тренироваться. Ты знаешь, как бы не надо пытаться на уровне йогов ее владеть, а на минимальном уровне. Окей, на минимальном уровне ты владеешь, а я нет. Ну, тебе не повезло. Мне не повезло. Поэтому, если вы владеете медитацией, сайонова, честь и хвала, не владеете. Вот делайте, что я говорю, да? Сели, расслабились, подышали спокойно через нос, выдохнули несколько раз через рот и представили себя находящимся в тех условиях, с тем человеком, в том месте, где тревоги мы никогда не испытывали. Ну, кстати, вот это первое предчувствие, которое ты говоришь, как раз тот, наверное, основной для большинства людей. Это и школьники в ожидании экзамена. Школьные экзамены. Еще что-то такое. Там непостоянно, ежедневно, ежедневно буквально. Вот это ужасно. Это наносит вам страшный, отсроченный вред. Это жуткая мина замедленного действия. Поэтому ни в коем случае не допускайте развития тревожно-предчувственных состояний. Боритесь со своей мнительностью. Боритесь со своей ипохондрией. Настраивайте себя на позитивный лад. Несколько глубоких вдохов-выдохов, приятные мысли. Есть возможности, значит, музыка приятная. Вот есть возможность съесть что-нибудь вкусненькое. Короче говоря, любыми путями оборвите развитие тревожного предчувствия беды или радости. Да-да-да. Я сейчас вставлю свою наглую рептику. Пожалуйста, есть в интернете. Найдите там мантру Ом. Очень сильно поможет. Мантру Ом. Да, вот именно включите ее. И вот именно по нее. Ну, просто пару минут. Она длинная, но хватит пару минут, чтобы просто посидеть с закрытыми глазами. Это поможет. Больше ничего не надо. Медитации не надо. Вот просто Ом включили и все. Правильно. Несколько приятных упражнений физических. Все, что угодно. Только прервать вот эту статью. Второе. Не получилось. Не справились. Переходим непосредственно в контакт с той бедой, которая вызывает у нас ситуацию дикого физиологического и психологического напряжения. Значит, постарайтесь максимально рационализировать свои действия. Не мечитесь. Не суетитесь. Не совершайте беспорядочных движений. Не кричите. Постарайтесь взять себя в руки, чтобы отвечать строго на поступающую извне информацию адекватными действиями. За вами кто-то гонится. Надо бежать. Кому-то плохо. К нему надо бежать. Вам хотят нанести какой-то вред. Вам надо бежать. И так далее. То есть максимально рационализируйте свое поведение, находясь в стрессовой ситуации. Для этого потребуется определенное напряжение и усилий, что, очевидно, приведет к возрастанию последующих потерь. Но тут уж ничего не поделаешь. Если бы попали в эту воронку, не смогли из нее выбраться, старайтесь максимально рационально думать, максимально рационально чувствовать и максимально рационально себя вести. И, наконец, три... А что тут ты сейчас делаешь? Ну, и насчет рационализма, мне кажется, ну, не готов у нас основной человек... Конечно, не готов. Мы поэтому с тобой советы и даем. Если бы не были готовы... А ты думаешь, они вот прямо сейчас нас послушают, завтра все рационально... Послушай, цель наших бесед вообще другая. Поумничать. Нет. Это не получится, даже если мы будем стараться. Посмотри. Ну, да, давай герой. Конечно. Как говорит моя жена, два дурака в одном тазу. Два дурака норма. Не поумничать. А цель наших вообще вот этих видеоблогов заключается вот в чем, на мой взгляд, да? Иногда человеку очень важно, чтобы то, что он уже знает, ему сказали со стороны. Сказал совершенно другой человек. Не знакомый. Кстати, наверное, вот очень ключевой момент. Потому что зачастую человек уже даже собрав с какими-то мыслями идет за советом. Да, конечно. А чтобы услышать то, что он услышал. И чаще всего следует не тому, что мы сказали, а тому, что уже заранее знал. То есть для людей, и для нас в том числе, крайне важно подтверждение услышать своих мыслей от человека, который с одной стороны в корынском смысле в нас не заинтересован. Да, нам давать нужно. Абсолютно. Нам-то. Мы же вас не знаем, в общем, вы нас тоже. Бабла от вас не дождешься. Точно нет? Да хрен его знает. Ты посмотри на них. Ну, ты посмотри на это. Вот на того посмотри. Подожди, подожди. Мы точно бабла не дождемся? А что мы здесь делаем? А, вот. Так вот, наша цель заключается в том, да. Чтобы просто проговорить вам то, что вы и без нас знаете. Да, этот человек так устроен. Важно, чтобы ему со стороны сказали ту истину, которая в нем давно зрит. Это так. Поэтому и дальше пойдем. Попали в ситуацию тайфуна, находитесь в центре воронки, максимально рационализируете свои действия. Третья, самая важная стадия. Стадия выхода из стресса, стадия подсчета урона, который стресс вам нанес, стадия подсчета убытков. Очень часто, к сожалению, здесь уже не избежать применения реабилитационных мероприятий. То есть в клинику? Иногда ты знаешь и в клинику. Все зависит от того. Собственно говоря, уже там в пятнашку или куда-нибудь еще подальше. Это, к сожалению, бывает. Да. Поэтому здесь важно. Вот смотрите, в этой третьей фазе очень важно перестать с собой бороться и внимательно слушать свой организм. Если вы чувствуете, что организм подает серьезный сигнал СОС в виде развития сильного болевого синдрома или не прекращающихся в течение нескольких дней патологических состояний, понос, рвота, головокружение, стойкая гипертоническая реакция, стойкий гипотонический криз, какие-то психические отклонения, в которых вы сами можете себе отдать отчет. А ты уточни людям. Что такое психологическое отклонение называешь? Не все это могут понять. Нет. Люди прекрасно понимают, что такое галлюцинации. Слуховые, обонятельные или зрительные. Когда вы понимаете, что вы заболели, что ваша психика сильно покачнулась, и есть тому определенные симптомы галлюцинации, потеря сна в течение нескольких дней, 3-4 дня или 5 дней, вы не спите. Невроз. Навязчивые мысли, от которых вы не можете избавиться. Какие-то навязчивые состояния, тяжелые обряды, к исполнению которых вас ваша психика все время подталкивает. Агрессивные голоса, агрессивные тяжелые мысли, витальные мысли, то есть мысли о необходимости самоубийства. Короче говоря, как только вы отдаете себе отчет вот в таких вещах, или вы чувствуете, как я уже сказал, сильный болевой синдром в области сердца, в области живота, в области спины, сильную головную боль, которая не снимается таблетками в течение нескольких дней. Короче говоря, когда вы чувствуете физиологические или какие-то психологические отклонения, немедленно обращайтесь к врачу. Это, к сожалению, друзья мои, это достаточно часто необходимости. Я вообще вот считаю, это вот моя идеология, что неважно, начнет стараться, человек в принципе должен научиться прислушиваться к своему организму. Я называю это уметь дружить своим внутренним зверем. Безусловно. Что вам есть, как вам жить и все остальное. Вот вы сами себе подскажете лучше, чем любой умник в бандане. Золотые слова. Вот. Или в темных очках. Это да. Который тут сидит вот так делает. Да, вот так. Или вот так. Ну, как получится. Вот. То есть, соответственно. Да, да, да. Кого я выбрал в собеседнии, я не помню. Да, да. Вообще четко присутствует. Итак, да. Итак, если вы чувствуете то, что я сказал, обращайтесь к доктору. Теперь, если все не так катастрофично. Да, вы чувствуете, что вы сильно ослабли. У вас плаксивость. Вы впали в депрессивное состояние. Есть легкие, но нестойкие расстройства функционирования разных систем. Расстройства пищеварения, дыхания, какие-то сосудистые расстройства. То есть, что-то не так, но не катастрофично. Применяйте меры самоспасения. Это что? Это что? Это седативные чаи. Самые разнообразные. Переведено. Лучший из них это зеленый чай с добавлением мяты, корня валерьяны, ромашки, пустырника. То есть, вот это называется зеленый чай. Гринти. Да, да. Или есть, просто в аптеках продаются, так называемые седативные травяные чаи. Далее. Это ароматические, негорячие, теплые ванны с ароматическими солями. Далее. Это ароматерапия. То есть, несколько капель эфирного масла, один-два раза в день. Какого? Какого? Я думаю, что самое лучшее – это лаванда. Лаванда? Лаванда. Самое лучшее масло, которое релаксирует вас в этом смысле, оно летучее, оно очень хорошо пахнет, и оно успокаивает человека совершенно зримо – это лаванда. И вот, кстати, в любой аптеке продается набор вот этих вот масел. Это можно купить в церковь, сейчас церковь на лавке, там куча всяких масла. Совершенно верно. И, как бы, мне кажется, в принципе, мира тоже неплохо. Далее. Неплохо. Далее, смотрите, самомассаж. Самомассаж или, конечно, лучше всего массаж при лечении какого-то специалиста, но можно и самомассаж. То есть, поглаживание. Легкое поглаживание всего тела. С помощью супруга, подруги, с помощью массажиста или самомассаж. Как хотите. Далее, прогулки. Обязательно прогулки, желательно в парке, который под рукой. Очень хороши, на мой взгляд, занятия в плавательном бассейне. Два раза в неделю по 45 минут. Причем надо их разнести. Тут ремарочку надо сделать. Потому что люди, начиная ходить в плавательном бассейне, опять же, устраивают себе стресс. Они начинают зачем-то гнаться там. Не гнаться. Нет, спокойно, в наслаждуху. Спокойно, в наслаждуху, в расслабуху плаваем. Вообще, кайфовье, на самом деле, это пойти не в фитнес-центр, а лучше снять сауну за небольшие деньги с бассейном. Это не очень дорого стоит. Можно так. Это стоит не дороже, но намного лучше. Сауна сама по себе хороша. Очень хороша. Плюс и бассейн, где он никто не будет путаться под ногами. И бассейн – это страшное слово. Больше его никогда не говори. Ладно. И бассейн не будет. И бассейн не будет. И бассейн не будет. Теперь, значит, смотрите. Ты меня сбил за и бассейн. Да ладно. Теперь, значит, смотрите. Йога. Только вот… Не-не-не, я сейчас все объясню. Не вот эти вот ногу за голову, а палец руки при этом глубоко ввести в анальное отверстие, стараясь достать гипофиз. Слушай, мне понравилось. Не-не-не-не-не-не-не. Ты его не перепутал с моктатой? Нет. Если ты ввел палец в анальное отверстие и гипофиз не достал, это совершенно все бессмысленно. Ты и палец испортил, и вообще. Ну вот сразу видно, человек работал парктологом. Он знает, что искать в анальном отверстии. Кем я только не работал. Господи, куда не лазить? Нет такого отверстия, где я бы чего-нибудь, а, не знал, чего искать, б, не нашел бы. О, Господи. Гипофизм точно нашел бы. Все, легко. Так вот. Значит, не это вот йога. Нет. То, что называется стрейчинг. То есть, какая-то растяжка, да? Правильное дыхание, растяжка. То есть, европейская йога. Вот что я скажу, да? Очень хорошо. Сильно звучит европейский. И, наконец, я хочу сказать о том, что сейчас появился ряд физиотерапевтических аппаратов последнего поколения, которые очень хороши в любой стадии стресса. И в стадии тревоги, и в стадии пребывания в стрессе, и в стадии выхода из стресса. В частности, альфария. А, этот, который ты занимаешься? Да, да. Это замечательный физиотерапевтический новый аппарат. Я думаю, лучше отдельно. Это отдельно, да. Мы просто должны упомянуть о них. То есть, в принципе, человек может дома сам. Конечно, безусловно. Но это мы потом отдельно расскажем. Итак, смотрите. Видите, как много всевозможных способов и методов для того, чтобы по возможности уменьшить тот страшный ущерб, который организму нанесло максимальное напряжение всех его сил. Поэтому надо только еще отдельно заметить, что вот с этим выходом не нужно торопиться. Потому что последствия перенесенного стресса есть немедленные, есть отдаленные. Поэтому вот все эти мероприятия, о которых я вам сказал, их не нужно рассчитывать на неделю, на 10 дней. Я полагаю, что не меньше месяца нужно провести в щадящем режиме, для того, чтобы увидеть, что вы как-то смогли купировать последствия вот этого страшного напряжения, которое вы испытали. Вот, собственно, что я хотел сказать о стрессе. А вот тут о стрессе, я думаю, что надо добавить одну великую вещь, то, что, ну, я от себя тут, ты будешь, как говорится, сейчас тут умничать. Ну, смотри, у нас в последнее время в связи с победой над коммунизмом, вот, слава богу, победой над коммунизмом, у нас в страну... В связи с победой национал-большевизма над коммунизмом, уточняй. Нет, ну, черт, чем, я даже не в этом, я не к чему хочу сказать. У нас народ бросился молиться не на портрет Ленина, а на иконы, что вроде бы хорошо с одной стороны, но с другой стороны, совершенно бездумно впадать во всевозможные посты. Причем совершенно зачастую, не отдавая себе отчет, можно людям это делать, с каким здоровьем ходят. Ведь великий пост, я, как человек, который хорошо понимает, про что говорит, вот, это человек на протяжении почти 50 дней отказывает во всем и заканчивает это поеданием куличей, яиц и все остальное. Это же, ну, как бы матом не сказать, какой стресс, а? Нет, смотри, я вообще, это отдельная тема разговора, я только здесь хочу сказать, то, что я думаю на этот счет, да? Когда я читаю или слышу, что пост – это средство очищения организма от шлаков и токсинов, я впадаю просто в ступор. Вообще, пост не имеет никакого отношения к ограничению употребления продуктов. Пост – это духовная аскеза, прежде всего. Вот тут по поводу духовной, я забыл, по-моему, это Мень сказал, а нет, или кто-то пораньше, не помню, ну, неважно, есть такая фраза, очень интересная, когда его спросили, а вот что лучше всего не есть во время постановства, вы, главное, людей не ешь. Совершенно верно, и себя. Потому что меня вот это вот поражает история, хотя совершенно тема другая, когда люди, скажем так, яичко там не съедят, еще что-нибудь такое, ну, потом придут и пол Москвы обманутся. Совершенно верно, или матом тут же в метро кого-то божат. Это же, ну, это отдельная. Да, я про другое хотел сказать, именно как пост и вот подобные вещи, именно в разрезе стресса, потому что это же стресс, оно вызывает колоссальный стресс организма. Во-первых, этот перепад, то есть, сперва человек, который жрет, ну, буквально на мастерницу все. Ну, конечно, это ужасно. Бах, начинает ничего не есть, а потом, опять же, заканчивается бах, начинает жрать куличи, яйца. Ну, конечно, ужасно, ну, конечно, ужасно. Ну, стресс же бывает, да, термический, химический, механический, наверное, психологический, да, антропогенный, да. И вот этот вот так называемый пост, это самый настоящий химический стресс, потому что биохимия организма просто летит напрочь. Надо, если человек не понимает, что он делает, всегда будет плохо. Каким бы благим делом он ни занимался. Мы говорили, либо сбалансированное питание, либо все остальное. Да, ну, а что возвращаться. Поэтому мне сейчас хотелось бы выпить, друзья мои, за то, чтобы вы стали все брахманами или дзен-буб-геновичами с тем, чтобы не допускать попадание себя в стресс, или попадание стресса в вас. Это самое главное. Гоните мир. Гоните его в топку. Гоните его в топку. Любите мир. Любите себя в нем и мир в себе. И все будет хорошо. Кстати, вот насчет любви. В Библии есть такая фраза, где, собственно говоря, учат, возлюби ближнего, как себя самого. Не больше, не меньше, а как себя самого. А больше невозможно, по-моему. Нет, возможно. Когда люди отдают больше, чем берут, это очень часто встречается. Отдают больше, чем берут, это они сразу. А потом они берут больше, чем он, или потом. Не берут. Но сам факт заключается в том, что человек должен научиться любить себя, и тогда он сможет любить друг друга. Безусловно, сто процентов. Поэтому любите себя. А если уж вы попали в стресс, грамотно себя в стрессе ведите. Грамотно выходите из него. И будьте здоровы и счастливы всегда. Как ты говоришь это слово? Лыхаем. Лыхаем он говорит, да. Он говорил другое слово, но хорошо. Лыхаем. Или такая комната. Или такая комната, да. Лыхаем он говорит, да.